Не дают? Дайте, пожалуйста. Вы мама, да? Или вы по поводу мамы? Вы мама. Магодетная. Магодетная. А сколько у вас детей? Да, у меня четверо. Вот у нас тоже здесь еще одна магодетная. Да, я знаю. Мы из одного региона, даже из одного города. Мы вам всем низко кланимся. Да, спасибо. Вам всего самого доброго. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за вашу политику, в которую вы демографию поднимаете. Мы вам очень благодарны за это. Но мы хотим уверенности... Это вы поднимаете. Я только пытаюсь вам помочь. Вы способствуете, способствуете. Спасибо вам огромное. Дай Бог здоровья. Вот смотрите, ваш коллега Дмитрий Медведев. Не болейте. Дмитрий Медведев, он дал указание, нам землю стали давать. Мы очень вам благодарны за это и вашему коллеге. Мы хотим, чтобы эта грамотная политика государства была логически завершена верно. Понимаете, потому что все колеблется и этот капитал, который мы имеем возможность получить в виде земли, мы можем только его продать. У нас в регионе нет ни одного участка инфраструктурно оборудованного. А естественно, мы не можем построиться. У нас одна популярная мама на весь регион, Екатерина Перепилюк, она выстроила дом в центре большого участка. 25 участков выделили. Она понадеяла, что раз идут электрические столбы вдоль участка, значит ей не составит труда подключиться. Но вот столбы поставили в ноябре, ток до сих пор не идет по электрическим. Это мы выбивали, причем, ну как бы слава богу, что у нас это получается. У нас даже на правительстве области чиновники жалуются губернатору, что многодетную землю получили, а строиться не хотят. А губернатор на это ответил. Вы знаете, я бы тоже не строился в чистом поле и зарывал землю в деньги. Значит, что-то и губернатору нашему препятствует. Мы просим, пожалуйста, вот вы говорили, что вы примете законы. Вы знаете, ведь речь не идет просто провести... Это очень щадящий губернатору. А он у нас очень уважительный, к нам хорошо относится. Хороший? Если бы хорошее электричество дал бы давно. А он говорит, что это муниципалитет не дает, понимаете? Он говорит, что это муниципалитет должен заниматься, он заставляет на местах работать. Но так дело в том, что если не будет конкретных указов, потому что не просто дать землю, не просто провести коммуникации, а смотреть глубже на это. Вот мы, допустим, сотрудничаем с институтом демографии, они смотрят на это шире. Нужна усадьба, понимаете? Дали 250 гектар за 40 километров от Ростова, так вы заинтересуете людей, чтобы они туда поехали. Вы дайте возможность какого-то кластера производственного, чтобы они трудоустройство там имели. Рядом есть еще земли. У них же тоже будут дети, понимаете? Эти семьи будут расширяться. Ведь раз у нас многодетная семья считается с тремя детьми, мы понимаем, как дорог для государства каждый ребенок. Что такое три ребенка? Где два, там и три. Это знает каждая мама. У нас всегда Россия была многодетной и многонациональной. Поэтому давайте возродим, чтобы мы никого многодетностью не удивляли, чтобы мы не были экзотическими семьями, а чтобы мы были классическими семьями для нашего государства. Понимаете? Поэтому большая просьба обратить внимание. Вот я была летом прошлым, нас пригласил УНФ, мы встречались с заместителем министра Антипиной. Они искали регион, который можно сделать пилотным, показателем. Вот показать, как это должно быть. То есть чтобы было все уже на этом участке. Выдели. Я ведь не могу построиться, у меня есть земельный участок. Мне муж говорит, мы не можем зарывать деньги в землю. Ну, как и губернатор говорит. Понимаете? А если... Там мужики сговорились у вас с тобой. Сговорились. А дети у меня растут, у меня сын живет на съемной квартире. Понимаете? Мне как маме стыдно. Вот. А мне хочется, чтобы мы на этом участке, 7 соток, прекрасный участок. Мы хотим построиться. Но это, я понимаю, черта города, да, другие на окраине. Ну так это же нужно довершить. То есть какой-то проект. У нас ведомства не имеют взаимодействия. Мы проводили уже конференции, привлекали внимание. Вроде бы нас зауважали. На нас смотрят, ну, как-то с надеждой, что мы... А все равно мы выглядим попрошайками. Ну, вы понимаете, ну, не хочется быть попрошайкой, а хочется быть достойным членом общества. Чтобы уважительно относились к этому. Предложения такие. Рассмотреть проект усадьбы. Понимаете? Семейной усадьбы. Чтобы инфраструктура уже сразу была. И дать перспективу роста. А то мне чиновники говорят, а может ваши дети не будут многодетными. А я говорю, я хочу, чтобы они были многодетными. Понимаете как? То есть вы говорите, надо быть многодетной Россией. А они сомневаются. Они говорят, а вдруг они передумают. Они посмотрят на ваше... Как вы мучаетесь на ваше мытарство. И не захотят быть многодетными. Так вы понимаете? Ну, я не знаю. Ну, объясните им политику партии, пожалуйста. Что? Знаете, я вам приоткрою кухню принятия этого решения. Когда мы думали о том, что семьям можно было бы и нужно было бы предоставить землю, то вот когда я лично обсуждал с коллегами там, они говорят, ну, регионы не дадут землю с инфраструктурой. Я говорю, ну, надо их к этому побуждать, надо их толкать, надо все делать для того, чтобы земля предоставлялась инфраструктурой, либо она, эта инфраструктура, создавалась. Связано это с бюджетными ограничениями, конечно, надо прямо сказать. Но прозвучали и другие слова. Когда кто-то сказал, ну, какой смысл давать землю без инфраструктуры? Ну, как вот люди будут дом строить? То, что вот сейчас вы говорите. Может быть, они надеются, что мы начнем продавать? Да. Понимаете? Ну, я думаю, скорее всего так. Да, 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 именно так. То есть совершенно верно. Поэтому другой коллега, не буду что-то фамилии называть, сказал, ну и ладно, хоть пускай землю получат, хоть продадут денежку хоть какую-то в карман получат. Значит, конечно, лучше, если бы это была земля с инфраструктурой. Конечно, мы постараемся к этому двигаться. Это, повторяю еще раз, связано просто с… Вот самое дорогое, что есть в жилье, это инфраструктура. И вопрос только в бюджетных ограничениях. Но, безусловно, вы правы. И государство, и муниципалитет, и регион, и федерация. Все должны двигаться в этом направлении. И мы не забываем про это. Постараемся вот не только регионам подтолкнуть, но и условия для этого создать. Владимир Владимирович, ну и опять же, у школи многодетные, статус многодетных, его ликвидируют. Потихоньку, потихоньку выживают. У нас нет удостоверения многодетного. Мы платим в транспорте многодетные. Ну почему мама с пятью детьми должна зайти в автобус и начинать шарить по карманам, заплатить? Представляете, съездить туда и обратно. Я уже не говорю, если вот поселок, из поселка приезжают в город. Это очень накладно. То есть вообще не заложено у нас, вот допустим в регионе, но мне сказали, это нигде не заложено. Хотя в Москве, по-моему, пользуются такой льготой. Что многодетные должны ездить бесплатно. И если нет корочки, мы знаете, мы идем в музей или еще куда-то в зоопарк, мы должны брать с собой кучу свидетельств. Представляете, у кого больше. Вот, значит, со свидетельствами доказывают, что вы многодетные. Почему нет удостоверения? Если есть статус многодетных или его нет, тогда пусть нам объяснят. Потому что Министерство труда и соцразвития, ну, намекают на то, что как бы статуса нет. Ну, вы знаете, дело не в статусе, дело в бюджетном финансировании. Потому что вот то, что вы сказали, ведь просто так много, и в основном компаний все частные, да? Вы же не можете войти, частная компания не будет перевозить только из-за статуса. Почему? Автобусы это будут? Нет, не будут. Ну, даже если предприятие муниципальное, все равно оно должно получать какие-то деньги за перевозимого пассажира. Значит, его нужно субсидировать. Нужно, чтобы, значит, либо регион, либо федерация, либо муниципалитет платил за каждого перевезенного льготного пассажира. Об этом тоже можно подумать. Что касается, скажем, многодетных семей и родителей многодетных семей, конечно, об этом нужно подумать. Пометили тоже. Владимир Владимирович, Киселева Людмила Петровна. Извините, что не представилась, мало было надежды, что вы услышите. Спасибо, мы вас любим. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо.